При мануальном мышцерном тестировании мы можем определить мышцы, которые находятся в гипотонии. Это та мышца, которая скорее всего не выдержит даже одного сокращения. Например, это флексоры правой руки. И могут быть мышцы гипертоничные. То есть это мышцы избыточно напряженные. У пациента будет желание их либо растянуть, либо помассировать. Это касается мышц шеи, например, мышцы верхней трапеции. Как визуально они будут себя вести? Там, где мы говорим про гипотоничные мышцы, то есть мышца слабая, будет отдаление мест прикреплений. Предположим, у пациента одно плечо выше. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо одно плечо ниже. Мы не знаем точку отсчета. Там, где плечо выше, я предполагаю, что есть слабость широчайшей мышцы спины, которая опускает плечо к низу. Может быть слабость каких-то фиксаторов лопатки. Либо, если мышца в гипертонусе, я могу увидеть сближение точек крепления этой мышцы и, соответственно, плечо может быть выше за счет гипертонуса верхней порции трапеции. С правой же стороны. Как клинически вы можете увидеть гипертонус? Очень часто, особенно девочки, встречаются с наличием сосудистых рисунков на ногах. С варикозными изменениями вен. Из-за чего это может происходить в частности? Представьте шланг, по которому течет вода, и вы на него наступили. Примерно то же самое может сделать гипертоничная мышца с сосудами, которые проходят через нее. Она их сдавливает. Действительно, кровеносная система реагирует на это в виде появления сосудистых рисунков, варикозных изменений узлов. И действительно, флебологи очень эффективно занимаются этими проблемами. И это убирает и косметически, и функционально. Но, если мы не убрали гипертонус с этих мышц, проблема будет постоянно возвращаться. Будет снижено и ухудшено кровообращение в этой регионе. Это очень важно для диагностики сосудистой патологии и выявления гипертонуса, в частности, в нижней конечности, путем мануального мышечного тестирования. Как влияет гипертонус на тонус и состояние сустава? Представьте, мышцы окружающие локтевой сустав, либо колено в гипертонусе, что они делают? Я вам сейчас покажу. Они делают вот это. То есть, создается избыточная нагрузка на сустав. Появляется давление на хрящевую ткань. И сустав избыточно начинает изнашиваться. Реагирует окружающей ткани. И если это лучший запястный сустав, вы слышали, есть такие появляются шишки, гигромы. При повышении внутрисуставного давления, если есть наличие свободных тел, если это колено, сустав это киста бейкера, появляется некое выпячивание. Представляете, воздушный шарик, который вы сдавливаете. В суставе, если он не сильно надут, то будет где-то выпячивание происходить. То же самое происходит в суставе, на котором возросла нагрузка. Одним из факторов это гипертонус ассоциированных мышц. Как себя ведет сустав, если его окружают гипотоничные мышцы? Он ведет вот так, он болтается. Для верхней конечности, конечно, это актуально, потому что идет нагрузка на сустав, и он работает неправильно. Но это более актуально для нижних конечностей, потому что мы их используем при ходьбе. Руку мы можем разгрузить, мы можем больше делать какое-то неосознанно правой, либо левой рукой поменять. И то не всегда. А вот прыгать на одной ноге мы не делаем так. На руки не хромают, есть такое в травматологии понятие. А на ногу, то есть идет нагрузка, идет проблема, идет нагрузка на связочный компонент. Он реагирует, воспаляется, он травмируется. Постоянная микротравматизация. Идет постоянный износ хрящевой ткани. И высокая вероятность получения травм, когда человек оступился, мышцы не включаются, человек получает травму, на пустом месте рвет связки и рвет, ломает кость. Как гипертонус, гипотония мы чувствуем в реальной жизни? Гипертонус, когда человек хочет сесть на шпагат, у него не получается, мышцы тянутся. Гипотония, когда человек стоит и ощущение тяжести в ногах, либо при ходьбе нога складывается. Это может быть такой элемент. Вы спускаетесь по горнолыжному склону и в какой-то момент у вас колено на пустом месте сложилось. Это говорит о том, что есть гипотонические мышцы, которые под определенной нагрузкой не выдержали и нога сложилась. Продолжение следует...